Отказаться от алкоголя в пользу трезвости – осознанный выбор сильного, сознательного человека. О том, что чрезмерное потребление спиртного вредит здоровью и жизни граждан в целом, знает каждый. Однако не всегда эти знания означают отказ от дурных действий, которые могут породить пагубные привычки. Чтобы не было повода доходить до лечения алкоголизма, важно предупредить его появление, причем как можно раньше. Одна из мер – проводить беседы с молодежью о выборе в пользу здорового образа жизни. Так, в Щелковском колледже прошла тематическая лекция, посвященная Дню трезвости. Наш городской округ уделяет большое внимание этому мероприятию раз. И то, что мы за здоровый образ жизни, для нашей молодежи много построено уже в этом году скейт-площадки. В Огоднево построено, сейчас строится в Афряново еще одна площадка. Также уделяется большое внимание здоровый образ жизни среди дошкольников. И, конечно, такая пропаганда здорового образа жизни и отказа от вредных привычек – не однодневная акция. Зависимость от алкоголя может сломать судьбу человека, привести к необратимым последствиям – психическим и физическим отклонениям. Кроме того, алкоголики часто становятся изгоями в обществе. От их пагубных пристрастий страдают семьи. О том, как важно сделать выбор в пользу трезвости, рассказали студенты, настоятель Сергиевского храма села Трубино, священник Антоний Синько и психиатр-нарколог, сотрудник научного центра психического здоровья Андрей Магай. Почему нужно быть трезвым? Почему нужно быть человеком свободным от зависимости? И, прежде всего, зависимость приводит к оборудованию медицинских проблем, психических заболеваний, депрессии, тяжелые формы тревожных расстройств, панических состояний. И вот современная концепция уже беседы о трезвости, вообще трезвого образа жизни, она никак не фокусируется на алкоголь, опустившись человеку, уже определенным образом выглядящий. И, глядя на него, каждый из нас может сказать, да, даже если выпивает, может сказать, ну нет, я-то не такой, это не про меня. И вроде бы будет прав. Здесь надо сказать, что просто так быстро в один момент никто не становится. Да, похожим на такого опустившегося человека. В диалоге со священнослужителем студенты смогли поделиться своими мыслями о том, как сегодня можно бороться с пагубными пристрастиями, как найти стимул для здорового образа жизни. Многие выразили мнение, что удовольствие от выпивки условное, а вот последствия ощутимые и неблагоприятные. В принципе, считаю, что алкоголь, он вреден в больших количествах. Я думаю, что алкоголь опасен тем, что он вредит здоровью и пары-тройки важных органов для жизни. Алкоголизм – болезнь, которой в нашей стране страдают более миллиона человек. И несмотря на то, что за последние 10 лет количество зависимых граждан сократилось на треть, эта пагубная привычка продолжает разрушать тысячи жизней. Анна Балиец, Сергей Васильевский, Щелковское телевидение.